Подписанием долгосрочного контракта на строительство крупного объекта нефтехимии завершился Казахстанско-французский бизнес-форум в Париже. На нем говорили о том, как развивать существующие деловые связи и строить новые. То, что самолеты Airbus строят с использованием казахстанского титана, а электростанции вырабатывают энергию на нашем уране, уже не секрет. Но участники форума решили пойти дальше и открыть новые возможности сотрудничества. В этом зале собралась французская деловая элита. Управленцы международных компаний, руководители отраслевых союзов, директора предприятий хотят ближе познакомиться с Казахстаном. И форум, посвященный инвестиционным возможностям нашей страны, дает эту возможность. Между Францией и Казахстаном в этом году это уже третий по счету форум. Были форумы по цифровизации, был форум по сельскому хозяйству. И сегодня данный форум является, можно сказать, суммирующим все достижения и договоренности, которые были достигнуты ранее. Было определенное замедление этих отношений. И большую роль в этом сыграла встреча президента Такаева с министром экономики и финансов Франции Брунелли Мэром в июле этого года в Нур-Султане. И это действительно дало очень большой импульс, особенно во Франции, интересу Казахстану. И сегодня мы видим всплеск этого интереса. Представители 150 французских компаний, что называется, из первых уст, узнают о тонкостях инвестирования в нашу экономику. Казахстанскую сторону представляют делегации сразу нескольких министерств, национальных компаний и бизнеса. Вот с трибуны заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказывает о том, что за 14 лет в Казахстан пришло 15,5 миллиардов долларов французских инвестиций. И уже после о том, каково это работать в нашей стране, говорят сами инвесторы. Западные компании в Казахстане находят тот деловой климат, который заверяет их в юридической и экономической безопасности инвестиций. И есть большая поддержка казахстанских властей в Нур-Султане. И здесь через дипломатическое представительство Казахстана во Франции для решения текущих моментов. И это работает. Я призываю французские предприятия инвестировать в Казахстан. Сегодня в Казахстане насчитывается 130 компаний с участием французского капитала. Среди них и те, что представляют всемирно известные корпорации «Альстом», «Тоталь», «Орана». К примеру, производитель технических газов «Эйрликит» в нашу страну пришел совсем недавно. Но уже убедился в надежности местного партнера. И в рамках этого форума компания подписала долгосрочный контракт на строительство нового объекта. Такие мероприятия позволяют нам организовать диалог на высоком уровне. Но также позволяют предприятиям общаться между собой, обмениваться, исследовать возможности сотрудничества. А если оно уже существует, то укрепить его. Конечно, это очень полезно и очень важно. В рамках форума прошли и двусторонние встречи с различными компаниями, главным образом в трех ключевых сферах сотрудничества. В Франции наибольший интерес для казахстанской экономики представляет партнерство в альтернативной энергетике, цифровых технологиях и производстве продуктов питания. Альяса Здыкова, Биг Хан Тип Сайф, Хабар 24, Париж, Франция.